Ну что, друзья, я рад представить вашему вниманию данное детище. У меня на это очень сильно и долго горело внутреннее мое естество. Как человек, разбирающийся в тонкостях психологии, психотерапии, наших паттернов поведения, наших бессознательных реакциях, наших манипуляциях, хочу вам представить корзину под названием «Три метра над уровнем неба». Именно то, что наполняло, вдохновляло и по-настоящему нравилось мне в детстве и взращивало во мне инфантильного подростка, который не способен выстраивать отношения и возносить на Олимп женщину и становиться в ее глазах оленем. Почетное звание «Олень» я нес в своих руках как знамя. Поэтому, чтобы не допускать данного явления в нашем обществе, я решил поделиться своим разбором данной картины, потому что считаю это крайне важным, крайне значимым явлением в жизни каждого молодого человека. Потому что необходимо уметь разбираться своими чувствами, своими эмоциями, брать их под контроль. Не зря нам был дан наш прекрасный неокортекс. Поэтому, вашему вниманию, картина, поехали! Ты вдруг понимаешь, что не хочешь быть таким же, как те, кто тебя окружает? У вас есть, я должен сказать, что этот человек... Фундаментальная проблема нашего главного героя, некого Аачи Хугу Оливьера, в том, что он не хочет признавать ту данность, которая с ним уже случилась. Он своим текстом, своими мыслями говорит, я не хочу быть похожим на тех, кто окружает меня. Но, милый мой Аачи, главная проблема человека в том, что он именно то, кто его окружает. Набросил. Не хочешь быть, как тот кретин, которого ты избил. Не хочешь быть, как тот кретин, которого ты избил. О чем говорит нам эта замечательная мысль в нашем главном герое? В том, что я не принимаю ответственность, я веду себя как маленький, инфантильный, высокопримативный ребенок. И лишь выражаю агрессию и акт протеста в социум, в мир и против главного человека в своей жизни. Мы далее узнаем, кто это. Или как твой отец. Или как твой брат. Прошу запомнить данное умозаключение. Не хочу быть похожим на отца и на брата. Очень важный момент. Одобряю заявление истца. Потом вы узнаете, что наш высокопримативный маленький мальчик делал это явление только потому, что был максимально бессознательный, проживая свою собственную травму, присущую каждому мальчику в его жизни, если с ним случается такое явление в жизни, как постигло их семейство. Обвиняйте, кстати. Виновным в нанесении увлечений. Или как судья. Или как тот человек, который сейчас выносит абсолютно легитимные, правильные, законодательные базы данного государства, в котором он находится, решение по преступности данного молодого человека. Я не хочу быть похожим на нравственных, воспитанных, ответственных людей. Ну куда же, я же маленький, обиженный ребенок. Штрафом в 6000 евро, так как подсудимый ранее не претендовался. Или даже как ты сам. Заседание окончено. Единственная верная мысль в голове нашего Ачи. Похлопаем. Осознание собственного невежества. Только после этого начинается путь к знанию. Юго, надеюсь, ты понял, почему мама не... Слова благодарности нашего молодого человека, это лишь какая-то пустая трата времени. Ведь куда мне, Ачи Оливера, легенде этого фильма спускаться до вас с простые смертные, ответственные, оплачивающие мои долги, мою безответственность жизни. Вот что говорит нам этот главный герой. И больше всего интересует, а где же моя мамочка? Где же моя мамочка? Я ведь ради нее стараюсь, привлекая внимание, чтобы мама обратила на меня внимание. Такой вот я озорной хулиганщик. Кто-то не прошел стадию созависимости. Но так бывает, и поэтому такие фильмы нас учат многому. Поэтому смотрим и видим. Не пришла. Еще не вернулась. И не зови меня, Хьюга. Отец. Я не принимаю себя и не принимаю часть себя, поэтому, естественно, она становится еще сильнее и больше. Хочется уехать подальше от этого места. Милый и родной мой Ачи, потрачено никуда ты не уедешь, потому что уехать от себя невозможно. И это место в твоей голове, друг мой. Собственно, все, что нужно знать про данную особу в этом фильме, потому что ничего больше лучшего, прекрасного она представить не сможет. И не сможет дать ничего мужчине. На этом участке фильма отображена вся суть данного явления. Обратите внимание на область бикини. Еще раз можем лицезреть то прекрасное, что есть это в фильме со стороны женского пола. Потому что ни уважения, ни взаимопонимания, ни открытого текста, ни взаимных эмоций мы не получим, а получим лишь... Узнаем далее, что... И вдруг внутри тебя словно что-то щелкнет. И ты понимаешь, что с этого момента все изменится. Дорогой мой Ачи, мой маленький прекрасный мальчик, ничего не изменится и ничего не щелкает. Ты лишь пытаешься скинуть свою внутреннюю боль, эмоциональное переживание, недостаточность любви со стороны матери в предмет своего обожания. Данное явление на трассе Пензокопейка-Барселона-Италия, Милан, Испания и Мадрид. Проблема всегда решается внутри собственного человека. Когда он кого-то находит, наделяет его какой-то важностью, он автоматически смещает внутреннее состояние в другого человека и становится у нас созависимым. В данном случае пока зависимым. Но, да, этого шага остается совсем чуть-чуть. Все уже изменилось. Пиздеж. Солдат! Да, ты! Чисто абсолютно нормальный подкат к даме. Через свист и обращение солдата. Но в данном случае это единственная нормальная форма общения. Солдат? Высокопримативная история наша. Высокопримативный молодой человек, тот, который максимально приближен к обезьяне в своих явлениях и поступках. И то, что больше всего нравится женщина на бессознательном уровне. Он позволяет себе ездить без защиты, без шлема, проявлять киноэстетику в глаза даже незнакомому ему человеку. И это его не останавливает, и женщина уже потихоньку в него влюбляется, потому что реагирует на его провокации. Прочитайте в ее глазах, как ты посмел, неглядный малый. Женская суть показать факты, когда человек от тебя ушел, почему-то она не позволила себе такого, когда он был рядом. Но это естественно его забавляет, потому что он высокопримативный, и его отталкивают. И самое главное, самое важное, когда мы кого-то отталкиваем, невротичных людей, мы их автоматически притягиваем. И если мы делаем какую-нибудь манипуляцию, и человек ответ на эту манипуляцию ведется, это значит, что она сработала. Неважно, в каком она была сделана контексте, в положительном, либо отрицательном. И по-прежнему больше уже никогда не будет. Пиздеж. Папа, отыгрывает очень важную, ключевую роль в этом фильме, потому что знаете почему. Но это тот пример, как делать не стоит. Учитесь от того, как делать не стоит, отцы подрастающие. Это чувствуется сразу. Пиздеж. Здравствуйте. Добрый вечер. Можно войти? Я опоздала. Закройте свои тетради. Смотрите, как интересно отыгрывают человека, единственного адекватного, на мой взгляд, в этом фильме, который соблюдает дисциплину, ответственность, научает девочку к тому, чтобы нужно относиться к своему времени с уважением и уважению других людей, то есть преподавателей. Ее выставляют склоченной, ненавистной, безэмоциональной, мужикоподобной бабой, а не значимой, классной и прекрасной женщиной. К сожалению, кино любит такие многоходовочки, прививая положительные, классные качества, наделяя их негативной коннотацией, чтобы мы могли быть такими, как Баби, Ачи и прочая нечисть данного фильма. Очень интересный момент, потому что данная особа притягивает на протяжении всего фильма только лишь беды и разочарования. И мир так человека устроен персонально, что он имеет только то, что воспроизводит и постоянно хочет видеть. И тем самым она притягивает все время такие состояния, такие условия, такие беды и разочарования. А Баби, спасительница, готова прийти на помощь, потому что у нее главное внутренняя составляющая спасать немощных. Эреруэлла, будете переводить? Телефон возьми. Спасатель отыграл свой камбэк. Благими намерениями дорога в ад вымощена. Не забывайте, когда творите благо, осознавайте последствия и для себя, и для окружающих, и для мира в частности. Потому что когда мы помогаем кому-то, беря за него ответственность, мы приучаем его к личной безответственности. И мы подсаживаем этих людей на себя, как на наркотики. И когда мы перестаем быть в их жизни, они начинают растворяться и тихонечко умирать. Должна много учиться, чтобы поступить в колледж. Одобряю, миссис, учитель. Подолжим наш урок. Прости меня. Выпь. В данном случае прощение является лишь формой, подтверждающей о том, что я буду поступать так в тысячный и миллионный раз. Потому что это единственная стратегия, которая мне привычно, понятна и легка для того, чтобы выживать в этом ужаснейшем мире. Поэтому дай мне свою руку, юная принцесса. Я озолочу ее своим бархатным поцелуем в ручку. Тебе повниматься? Все нормально. Звонили. Да? И ты им поверила? Ну смотри на меня. Мара. Женщина, скорее всего, выросшая без отца, которая ищет хоть какое-нибудь внимание со стороны мужчин в надежде утолить то бездонное дно. Но страдание, разочарование и непринятие себя через мужские пинусы. То есть члены. Клаудио, смени галстук. А тут мы наблюдаем типичный куколдизм-оленизм. Во всем своем проявлении это отец бабе. Как делать не стоит? Как не прожить свою жизнь? Потому что здесь идеальный 15-сантиметровый каблук в лице Клаудио, которому женщина указывает, что делать в данном явлении. Обращайте внимание на интонацию, на манеру и на то, как она себя ведет. Этот подойдет. А он и рад быть каблуком, поэтому не расстраиваемся и смотрим далее. Девочки! Обезьяна. Главная обезьяна приехала в стаю маленьких обезьянок, где может себя проявить в том, что действительно можно. Высокая примантивность, физическая сила и ничего более. Умственные способности не для нас. Умственные способности удел низкопримативных людей, способных к анализу, здравомыслию, мышлению. Нахуя тебе шлем? Оказывается, возникает внутри себя вопрос. Потому что локти защитить можно и курткой, а голову нет. Ты посрочно! Мне нужно 400 евро на мотоцикл! Ты гоняешь? Обратите внимание на это явление, заявление на эту просьбу. Кем выступает этот молодой человек к Ачи? Каким он будет на протяжении всего фильма? И кем будет являться для него Ачи? Чина! Начали! Кто-то меняет мир людей посредством влияния на них. Рассказывает, передает опыт, кто-то выиграет чемпионаты мира в шахматы, кто-то взаимодействует с людьми, строит, выдумывает, придумывает, вдохновляется и несет себя. А чей-то интерес и главная суть и смысл это проявлять себя в высокопримативном проявлении в спорте, в доминации. И это не есть плохо, не есть хорошо. Просто данность и факт. Поэтому всегда думайте, для чего и зачем вы что-то делаете в своей жизни. Только ответив на этот вопрос, вы осознаете свой истинный путь и понимание, куда вы движетесь. Хватит вести себя так, словно ты кого-то ищешь. Я действительно ищу. Хватит проявлять себя настоящую, тебе нужно учиться у меня, у той дамочки нарциссистичными наклонностями, которая умеет манипулировать и создавать иллюзии. То есть, быть она не может, ей только выгодно казаться. Вот такая наша главная героиня. И этим кредо она будет пользоваться на протяжении всего фильма. Даня, не ходи! Ну, типа, вот. Понятно все. Ты привез меня сюда? Теперь обратите внимание, казалось бы, на задний фон. Это интереснейшая жилеточка, белая рубашка, сама позиция, сами плечи, сама санта, прическа нашего молодого человека, стаканчик и его робкости в разговоре с другими. А вот и он, прилип к брату Берты. Обратите на этих маленьких юнцов. Половозрелые санцы не поворачиваются назвать язык, а лишь юнцы, стремящиеся к чему-то. Наверняка они замечательные, образованные, интеллектуальные парни. Но, извините меня, сегодня вам ничего не светит, потому что на эту вечеринку придут короли. Маленькая манипуляция прошла. Ребята, в городе частная вечеринка, а мы леди. О чем у нас здесь? Можем ли мы пойти на частную вечеринку? То есть частная вечеринка подразумевает под собой определенный круг лиц, которым туда можно попасть. Но нашим обезьянкам закон не писан, потому что они могут себе позволить, потому что они живут не в рамках морали, а в рамках внутренней обезьянной, высокопримативной нравственности. Ну, да дышка должна быть у тебя, молодой человек. Ты когда-нибудь меня простишь? Вы чувствуете запах оленизма? А у меня прям перед носом. Типичный олень, который прогибается под самочку, которая просто манипулирует, потому что чувства сострадания, любви, взаимоуважения и понимания ей не свойственны. В ее голове уже самец Ащи, который с дня на день будет прессовывать ей в заброшенном дому. Я ищу тебе оправдания, но пока ни одного не нахожу. Вот. О чем она говорит? Мне абсолютно на тебя насрать, я пока буду тобой играться, пока мне ты интересен, пока ты будешь присмыкаться подо мной. Но как только ты меня оттолкнешь, возможно, я проявлю к тебе свой интерес и потом начну тебя виновать, чтобы ты почувствовал вину еще больше и опять приполз ко мне на коленках. Ведь ты моя собачка на побегушках. Так. Типично по-женски. Да, именно. Типично по-женски я понимаю твою манипуляцию все равно ведусь, потому что в голове у меня кисель, а на этом киселе пакет. И да, именно, отвечает Баби, потому что она тоже понимает, что она не умеет себя вести, общаться и находить общий язык. Ты такая красивая сегодня. Олень! Опять завинователа. Всегда. Олень! Обратите внимание на этих парней. На всех, опять тот слева, сверху, справа. Кардиган, розовая жизнь и полосочка. А теперь подумайте, каковы те младые люди на фоне этих обезьян. Пустота и ничего больше. Вред имущества, порча бассейна, воровство, нахальное обращение, неуважение со стороны, неуважение к женщинам. Но... Смотрим дальше. Ты чего? Сумку забыла. Ну так бери. Помните, когда в начале фильма она говорила про то, что опять вызовут меня, потому что я бездарность, я не готова. Мы видим еще раз такое же явление. Я притягиваю то, что притягиваю, и этим довольствуюсь, и нахожу в этом интерес и смысл, потому что позиция жертвы мне выгодна, по-другому я не умею и не хочу. А что, мама тебе не говорила, что лазить по чужим сумкам нехорошо? Я не знаю. Нет. Надавим немножко на чувство вины, и сделаем так, чтобы другой человек перекинул на себя мою ответственность и сказал мне, ничего страшного, бери, воспользуйся. Мне же не нужно, я же не работаю. Мои родители мне дают это, потому что я должна раздавать это всяким непонятным мужикам. На 50 евро не проживешь. Это же мои карманные деньги. А мне насрать, потому что я такой же чурбан, безответственный, не умеющий брать на себя ответственность, как и ты, поэтому мы с тобой сойдемся. Волода. Эй, ты, что тебе нужно? Я бы выпил кол. Кстати, хороший мы, очень хороший прием. Низкопримативный, интеллектуальный молодой человек заступился за свою самочку, так называемую. А Ащи опроверг это все в свою сторону, в свое русло, и это действительно интересный момент, который можно использовать в взаимодействии с другими людьми. Когда не злишься, у тебя лицо не как у солдата. Это является актом унижения. Облить водой в примативных историях в обезьяне жизни является самым большим актом унижения. И сейчас будет интересное явление. Начинаются оленей драки. Оленю дать только повод, чтобы подраться за какую-нибудь самочку. Ради чего они дерутся, я ума не приложу. Все это происходит в их жизни, только потому, что они позволяют этому происходить. Так же, как сейчас, эту барышню уносят в бассейн. Ащи позволяет себе это делать. Чико позволяет себе лежать на полу, потому что он не может оставить себя. Если бы он хотел это сделать, он бы пошел записывался на единоборство, изучал бы себя, учился бы общаться, коммуникацию либо бить ебучку. Ну, прости, что я плеснула у тебя коктейлем. Прости, пожалуйста. Когда переходит момент и понимание того, что сейчас социальные законы не работают, женщина начинает обращаться к благоразумию, позиции слабости, признает свою слабость и говорит прости меня. Уже нанесен. Они уже переживают некое свое культурное внутреннее переживание, которое наполняет их, вдохновляет и окрыляет. А это только начало бурного романа и она уже в капкане и он точно так же в капкане, потому что если бы она не хотела, чтобы это с ней было, этого просто не произошло. Когда в следующий раз будем вместе плавать, помыть тебе рот с нами. Ну, хоть! Манипуляция, манипуляция, манипуляция помазанная. Человеку дай только повод и он поведется. И неважно, каким образом человек реагирует на ваши слова. Если он в них реагирует, он съел эту наживу. Собственно, за что боролись, на то и напоролись предстать в этом молодом человеке высокая приманчивность, умение бить ебучку и красивое тело. Почему ты ничего не сделал, когда он бросил меня в бою? Все это было спланировано. Что она хотела сказать таким заявлением? Почему ты ведешь себя как низкоранговый, низкопримативный обезьян? Я хочу рядом с собой видеть вот такую обезьяну, которая шурнула тебя в стол головой. Я позвал этих идиотов, чтобы устроить заварушку и вернуть тебя. А вот наша низкопримативная обезьяна пользуется своими интеллектуальными способностями, дабы оправдать свое неумение постоять за себя и за свою женщину. И он оказывается в этой ситуации для того, чтобы научиться чему-то, но он не хочет признаваться в том, что он доходяга, дохлая, которая не может постоять за себя. И он оборачивает поле битвы в свою сторону. Но сейчас ему покажут, где его место. Извините, для них это просто юмор и просто забава и они считают это абсолютно нормальным явлением в своей жизни. У нашего молодого человека отрастают яички, но ненадолго. Они могли нас убить. Но ведь все в порядке. И еще они... Женщина хочет к себе привлечь мужчину, который сможет за нее постоять. И автоматическим образом она испытывает презрение и претензию. И не важно, что все в порядке или не в порядке. Он не отстоял, не проявлял свою мускулинность, свою доминанту. И сейчас перед ним стоит та обезьяна, которая покажет ему как надо. И стоило бы ему у этого молодого человека поучиться, но только этому. Вы представьте шизофреничность этой дамочки эмансипированной. Просто, блядь, такая неадекватность. Ты не мог бы, мой друг родной, провести себя пожестче, постоять за меня и заступиться за меня. А когда она видит то поведение, которое она хочет, она говорит, что? Грубиян, животное, не умеешь себя вести, конченый. И женщина проживает в бессознательных реакциях. С оцумом она понимает, что можно договариваться, искать взаимопонимание, находить компромисс, а внутренняя ее животная составляющая, которая требует силы, доминации, чтобы ее укротили, говорит, хочу себе такого вот самца. Я не стану портить праздник. Стойте! Повторяй! Ну, тут тоже АЧИ равно ноль интеллекта, ноль понимания, ноль ответственности. Потому что молодые люди приехали на чужую вечеринку, разгромили дом, поломали имущество, избили, повредили машину. И теперь он оправдывает свои действия только потому, что у него мышца больше, чем у нашего пуцика. Те, кто знает, как оторваться. Те, кто знает, как вести себя максимально неадекватно, не проявлять уважения и быть безответственными людьми. Поехали! 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 Куда же я поеду? Ведь я люблю быть в центре внимания. Ведь я люблю, когда два оленя дерутся из-за моей маленькой сладкой писечки. Это называется вагиноцентризм. Ведь я предмет обожания и меня все хотят и вожделеют. Будьте добры, любите мою вагину и делитесь за нее. А я буду спасать тебя, слабый, нападая на сильного, когда хочу быть с сильным и унижать слабых. Поехали! Поехали! Шивотные! Дикарь! С точки зрения рационального молодой человек поступает не самым худшим образом, который уезжает на машине. Тебя опускают. А лень был готов ее убить. Эта дурочка хотела с ним замутить, потому что с ним пошла, подкинулась на провокацию, манипуляции. И он понимает, чтобы не остаться без отрихтованного личика, я лучше уеду. Довези на мотоцикле. Слова, пожалуйста, у нас незнакомые. Мы не умеем пользоваться, потому что мы эгоцентричные, маленькие, невоспитанные, нарциссистичные вагинулечки. Ладно, садись, из-за тебя и так уже многие пострадали. Из-за тебя и так уже многие пострадали. О чем и налет речь? О том, что я и так слишком много придал тебе значимости. Я уже готов ради тебя сесть в тюрьму. Я готов ради тебя лишать жизни других людей только потому, что я хочу получить твой пряник. Я первый? Да? Ну, естественным образом их нейрохимическое соединение, гормональный фон, их дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин, кортизол, норадреналин и адреналин уже играют в маленьком вальсе, закручивают их все больше, сильнее и значимее друг с другом. Ты такая же, как твоя мать. Одобряю. Брюзга. Поэтому, сука, ты ей нравишься и она тебе. С ним случилась какая-то беда и он хочет забыть свое имя. Не с ним случилась какая-то беда, а он создал в своей жизни такие условия для того, чтобы это получилось. Но он не может вынести урок в силу маленьких своих когнитивных способностей. Он лишь может проявлять свою доминантность в надежде ошибку забыть и пытаться ее исправить вместо того, чтобы ее принять и вынести какой-то вывод и какой-то урок. Обратите внимание, очень знаковое событие. Старший брат работает в поте лица, договаривается, обеспечивает младшего брата, добивается какого-то финансового положения, статуса в обществе. Когда его младший брат паразитирует, позволяет себе всяческие фривольные явления, такую же жизнь, беззалаберное отношение к себе, своим людям, своему семейству, своему положению во всех сферах своей жизни. Алекс, мне нужны 400 евро. Мне абсолютно все равно, Алекс, на твою жизнь. Я паразитарный, не умеющий вести себя, гаденыш, мышь и паразит. Что хочется добавить? Посмотрите фильм Паразиты. Давай поговорим. Вспомните начало фильма. Я не хочу быть такими, как мой брат, как мой отец. Теми людьми, которые долбоеб тебя содержат, позволяют тебе жить такую беззалаберную, безответственную, инфантильную жизнь. Только не отдай. Но для обезьян ответственная жизнь является непозволительной привилегией. У них просто не хватит на это. Чего? Правильно. Нейронных связей. В пиджаке, в бумажнике. Но брат выбирает меньшие зол, понимая, что, возможно, сделка на 100 тысяч долларов сорвется из-за каких-то 400 евро, поэтому выгоднее повестись на провокацию, нежели обезьянам объяснять на человеческом языке, что такое ответственность и умение брать ее на себя. Это девушка из бассейна. Я поел. Врачи, подожди. Насколько инфантильный наш молодой человек. Он влюбился с первого взгляда, увидев какую-то даму на дороге. А сейчас он пытается убежать от самого себя в который раз. Но его нейрохимические связи, его созависимость уже сприла большие паучьи сети, в которые засасывают его еще больше и сильнее. Ну и что ты здесь делаешь? Человек опять проявляет свой интерес и не важно какой он, важно, что он просто это делает, а это уже является воспроизведением тех химических процессов, которые у нас протекают в наших замечательных... Разве не с тобой я вчера плескался в бассейне? Идиот. Скажите мне, какого состояния самооценка у нашего главного героя, если ему женщина говорит в глаза «Идиот», а его это забавляет и он находится прекрасным и интересным. А где мама? Путешествует с подругом. И опять слово «мама» является спусковым механизмом и крючком. Понятно, что у отчей не совсем легкая участь и он сам ее себе воспроизвел, воссоздал и дает на себе некую ответственность, про которую мы узнаем дальше. А это называется регрессия в прошлое, потому что образы всегда достраивают воспоминания и формируют их эмоциональное состояние и человек, вернувшись в какое-то событие из своего прошлого, проживает те самые чувства и эмоции, которые были присущи ему в тот момент времени. Потеплей оденься, подмораживает. Хорошо, мама. Стадия сепарации происходит в 21 год. Неизвестно, сколько у нашему молодому человеку, но школу он закончил, поэтому плюс-минус он должен был это уже сделать, но, как видите, мама не позволяет ему это воспроизвести, потому что мама склонна к созависимым отношениям. Ну и мама точно такая же безответственная, боящаяся признать ответственность, не умеющая брать ее, не может выразить свое новое желание потрахаться с новым мужчиной, потому что ее старый мужчина не устраивает и от обмана страдают все вокруг, кроме того человека, который боится брать ответственность, но все станет на круги своя. Ну и как все было? Когда ты так спрашиваешь, я не хочу тебе ничего рассказывать. Можешь не рассказывать. Потому что она манипулятивная, не умеющая разговаривать, выстраиваясь в коммуникацию, маленькая, обиженная на мир девочка, которой все должны. Поэтому единственная возможная формулировка в ее контексте это манипуляция и провокация на чувство вины. Ну и эта малышечка готова вестись, поддается и быть ведомой, потому что бабе является принцессой и спасительницей, королевой белых драконов. Скажи, ну почему у тебя такое лицо? Потому что ты меня бросила и помчалась с тем... Потому что ты выбираешь личную жизнь вместо того, чтобы ухаживать, леять, халить меня. Сказала маме, что ночью у тебя. Оставь ключ под... Вспоминаем, что притягивает данная особа проблемы, беды и разочарования и она в этом преуспевает. Это то, как делать не стоит. Ты ничего не хочешь сказать? Нет. Кого бабе могла научиться общаться через манипуляцию? Естественно, от этой женщины. Странно, почему не родственница, если они вообще не похожи? Позвони им и скажи, что бабе здесь ни при чем. Умение расговаривать со своим мужчинам, проявлять к нему уважение, ухаживать за ним, любить его и уважать, это не про нас. Катина, она уже спит. Катина опять создает проблемы, а бабе готова их решать, тем самым взращивая в нашей Катине максимальную безответственность и не умение справляться с этой жизнью. И никому не говори. Знаешь, куда идет мой... Это был замечательный прием, поэтому, когда вы кому-то что-то говорите не делаете, мозг автоматически воспринимает как команду «Да, я это сделаю». Сказало, что это ты сломал нос. Высокопримативное проявление не дает о себе знать. Опять молодые люди не могут принять ту ответственность, которую сами на себя возложили. Ты снова угодишь за решетку. Ты угодишь за решетку, не сможешь давать на 400 евро, забирая их у своего брата. Поэтому я волнуюсь за то, что у меня заберут бесплатную возможную помощь. Перестань бояться и получи удовольствие. Переведем на человеческий язык с обезьяньего. Перестань принимать ответственность, перестань следить за своими действиями. Просто возьми и делай безответственные вещи, пускай другие люди за тебя отчитываются, страдают, ломают носы, портят имущество и делают свою жизнь максимально плохой. Потому что всегда найдется тот, кто будет тебя спасать. Просто, блядь, вдарить человека, исполняющего гражданский долг офицера при исполнении, это тюрьма. Такого, блядь, не бывает в реальной жизни. То есть, смотрите, да, что происходит. Молодой человек влюбляется в глубину, в суть, в... Через познание этой женщины, через глубину ее мысли, отношение к миру, уважение к нему. Да? Все именно так. Урод, мудак, обезьяна, животное, аморальный кретин. А что это происходит? По-моему, кто-то сейчас лобызает меня. Кто-то трогает меня прям почти голую на улице. Ну, что имеем, то имеем. Молодого человека опять оскорбили, унизили, нанесли ему удар по лицу, и он считает такое поведение для себя достойным. И естественным образом его это привлекает, потому что его низкая самооценка притягивает такое явление в свою жизнь. И его это забавляет, будет в нем внутреннюю составляющую, которая говорит ему. Здесь точно получишь тот объем эмоций, который тебе так не хватает. Я получаю удовольствие от того всего, что происходит в моей жизни, от того, что я могу так легко манипулировать этими мальчиками, и так много проблем вокруг меня создаются только потому, что я этого хочу. Вот о чем говорит ее смех. Обратите внимание, как он ведет себя с данной особой, которая очень сильно зависит от того, чтобы в ее жизни имелся хоть какой-нибудь член. Как он берет то, что хочет. Мужская реализация, мужская ценность, мужское целеполагание, сам мужчина, оплод всего самого мужественного, прекрасного, воинственного, способный достигать цели, менять мир людей, менять наследие, оставлять след в истории, занимается тем, чтобы лезть в окно и развешивать плакат на потолке юной особы, которая не уважает, не ценит и не любит его. Делаем вывод сами, друзья мои. Мозг автоматически реагирует на воспоминания, которые он когда-то уже проживал, поэтому весь тот спектр эмоций, вся та гормональная история, весь тот вальс гормонов, который кружился в тот момент, когда они убегали от полиции, мазались в говне, целовались, друг друга обманывали обманывали и манипулировали, воссоздает тот образ прекрасного, классного того, что ее опять будет ожидать, потому что рядом с Ачей она может позволить себе испытывать такие чувства. Если мама с папой тебя спросит, я занимаюсь обман порождает обман, поэтому ничего хорошего из этого никогда не выйдет. Тот, кто предает и обманывает себя, теряет частичку себя. Именно так кинематограф промывает нам мозги. Обратите внимание, что именно наша баби лишь одна в середине танцпола. Все разошлись в радиусе одного метра, чтобы подкрепить маленький вагиноцентризм. Мама, почему ты не спишь? Баби, почему ты ведешь себя так, словно ты не моя дочь? Милая моя, а у кого она могла этому научиться? Если не оставит нашу дочь в покое, у него будут проблемы. Каблук так сильно лежит к ее щеке, что он не имеет права что-то высказывать против мнения этой авторитарной женщины. Хороших девочек, которые плохо себя ведут, до сих пор накажут. Где ты там увидел хорошую девочку, возникает риторический вопрос. По-моему, все очевидно, мой маленький Ачи, и скоро ты все это узнаешь. Но твой пакет так плотно сидит на твоей голове, что ты не увидишь этого до самого последнего момента, и даже во второй части. Что будем делать завтра? Куда-нибудь поедем? Сразу видно, кто является доминирующей составляющей в данных отношениях, кто решает, кто ведомый, а кто ведет. Блять, ну, более лучшего места для того, чтобы договориться о прогуле школы, они, естественно, найти не могли. Куда им, этим маленьким девочкам, для таких сложных логических конструкций? А теперь посмотрим на лицо главного героя. О чем говорит это лицо? О том, что его олимпическая зона в данный момент выделяет огромнейшее количество кортизола и эмоций злости и гнева, которые направлены в лицо данного персонажа. Еще минутку назад он улыбался. И так наши психотравмы ведут нас по жизни из нашего сознания в наше бессознательное. Мы проживаем их, думая, что выбираем свой путь, и на самом деле он продиктован нашими психотравмами. Если бы наш молодой Айч вместо того, чтобы комитировать свою низкую самооценку, свое недовольство происходящим в жизни, решил заняться психотерапией либо пройти курс, он бы смог себя комфортно ощущать и понимать, что выбор другого человека это его выбор, и он никаким образом влияет. Но это не про нас. А это его мама. Айчи ведет себя здесь, как обезьяна высокоопримативная. Почему это произошло? Любой мальчик в возрасте, думаю, что где-то от 10 до 16-18 лет, когда у них есть разлад в семье, папа уходит от мамы, либо они расстаются, и он видит, как его мама начинает проявлять какую-то сексуальную половую жизнь с другими мужчинами, то есть он видит акт того, что в его маму входит, он воспринимает это как личное оскорбление. Ему автоматически становится это неприятным, он является это актом унижения. Если мальчик высокотестостероновый, высокой доминацией, он автоматически будет злиться, противиться и ненавидеть, оскорблять маму, потому что будто бы происходит насилие над ним. Берите этого внимание, мамы. Ну, сейчас будут флэшбэки всю дорогу, его будут опять выбрасывать в психотравмирующее событие, его поглушенный, его задавленный инстинкт будет проситься наружу, ему будет нужно их выражать, проявлять себя, он это использует в скорости, в стрессе, также вырабатывается кортизол, норадреналин, адреналин, который помогает ему справиться с тем объемом эмоций, которые его захлестнули. Ну, то есть вот он проявляет свою доминацию, опять его шкалит, от адреналина и норадреналина. Существенная разница от норадреналина и адреналина в том, что когда человек выделяется в норадреналин, он хочет его проявить, наливается красным цветом его лицо, расширяются вены, становятся реально сильнее, реально мощнее, а адреналин, наоборот, сужает. Наши синтры, наши вены, лицо белеет, трясется, выделяется пот, и человек, наоборот, находится в состоянии либо убежать, либо замереть. Не путайте, пожалуйста. Ну, и мама его такая же безответственная, потому что она не может признать тот факт, что она предала своего мужа, то, что она предает свою семью, и не может сказать прямо о своих чувствах, вернее, об отсутствии своих чувств и заявить о том, что наш союз закончен за неимением того, что я бы хотела. Она была моей матерью. Она и осталась твоей мамой. Опять же, инфантильная позиция маленького ребенка, который не может принять ту ответственность, которая с ним произошла, потому что мама не перестает быть мамой, если она ведет себя не так, как ты хочешь. Нет, я решил отыграть хорошего сына и одержать это в себе вместо того, чтобы вынести это на публичное явление, так как я это заметил, является абсолютно нормальным сообщить об этом отцу, брату, чтобы не быть левым человеком и нести это в себе. Пошла рука, обращаем внимание, как он вел себя с предыдущей девушкой. Теперь мы понимаем, кто в этих отношениях ведет 2-0. Он уже очень сильно прогибается под ней, он уже очень сильно не проявляет себя и он уже становится под ней, она уже для него слишком значима и он слишком сильно возносит ее на пьедестал, вместо того, чтобы вести себя, как он вел себя до этого. Ведь именно за это она его и полюбила. Очевидно, блядь, это же пляж пустынный какой-то, непонятный, в траве. Скорее всего, людей реально нет. Пес, ты шо, блядь? Показательный момент, а за какие интересные средства он чинит мотоцикл, заправляет мотоцикл, покупает себе еду и проводит так безалаберно время? Наверное, за тех людей, на которых жизнь он не хочет быть похожим. Да? А че?